благодарю благодарю приветствую вас коллеги опять же огонечки нажмите если меня хорошо слышно и видно видно так все нормально отлично мы сегодня поговорим об инструментах снижения эмоционального напряжения у детей дошкольного возраста почему я поставила подсолнух смотрите подсолнух это цветок который все время тянется к солнцу и в этом ему помогает очень крепкий твердый стебель вот этот стебель этот стержень у человека это позвоночник который позволяет ему стремиться и у каждого ребенка внутри изначально есть вот этот это опора которая его держит но иногда она ранится и наша задача сделать так чтобы он действительно ему хватало энергии тянуться к солнцу потому что тянуться к солнцу естественно для каждого живого существа но кроме наверное тех которые в морских глубинах в полной темноте не имеет возможности зрения но для людей это естественно для цветов и деревьев это тоже естественно что происходит когда у ребенка проявляется эмоциональное напряжение во-первых ослабляется мышечный каркас меня удивляло когда я смотрела на маленьких детей они сидят таки ровненькие им даже не надо говорить выпрыгнуть детском садике а в школу пошли уже вот все такие сутулы и вялые и мне удивляло это сколько силы надо чтобы держать ответ пришел совсем по-другому я начал замечать что как только у меня стресс какой-то первое что у меня ослабляется это здесь мышцы начинает вот в руках слабеть когда мышцы слабеют причем не имеет значения вы будете физкультурой заниматься или чем они восстанавливается только тогда когда эмоциональный фон уравновешивается скажите вы замечали такое как у вас меняется мышечный каркас во время стресса когда вы переживаете стресс дискомфорт что вы чувствуете в теле вижу ваши плюсики это наверное относительно того что видно слышно ребенок когда находится в напряжении он не может строить коммуникации он неадекватно воспринимает окружение и при обычном разговоре он может иногда бастовать проявлять какую-то агрессивность плаксивость и он видит мир искаженно через как будто говорят и у нас есть да смотришь на мир через розовые очки а они видят через какие-то сломанные очки и мир видится и мне таким какой он есть так как у им видится исходя из своей личной травматичности появляется плаксивость и ранимость вы говорите одну и ту же фразу разным детям в группе все нормально воспринимают кто-то прямо взял и заплакал ему плохо стало от чего плохо стало потому что у него как кожа открыто у нас кожа это защитный механизм тела там где у нас нет кожи вдруг урана или какая-то это же открыто и вот они очень быстро ранятся с другой стороны появляется агрессивность и жестокость дальше мы посмотрим когда появляется плаксивость а в каких случаях агрессивность это тоже имеет свое как бы научную научное обоснование какие причины бывают эмоциональное напряжение травмы перинатального периода то есть период беременности родителя и это действительно так мама жалуется быть я вот ребенка отвела к остеопату она говорит ты понимаешь него там ребенку 3 годика мышцы у него слабые идите займитесь спортом и я думаю я же вспоминаю что вот дети естественном состоянии у них мышцы прекрасно держат сейчас ребенок не переживает никакого стрессового состояния сейчас все хорошо как было в период беременности много плакала мама переживала стресс это повлияло на эмоциональное напряжение ребенка и она проявляется слабостью мышечного каркаса а если мышечный каркас слаб он не держит скелет тогда появляется и сколиоз и различные отклонения позвоночника причиной могут быть напряженные отношения между взрослыми которые окружают ребенка это родители в семье или даже если у воспитателя скажем с начальством или с другим воспитателем какой-то конфликт дети это чувствуют есть особенности психотипа которые усиливаются еще и внешним воздействием мы знаем что есть холерики есть меланхолики если человек меланхолик и у него от природы дано что он замедлен немножко спокойный он любит грусть да это будет проявляется то есть это тоже психотип но если все хорошо он просто медленно и совершенно спокойно сидит и отдыхает или холерику которого все время скачет настроение то вверх то вниз есть природные нормы и какое-то внешнее воздействие влияет на то чтобы на какое-то время возникло это напряжение потому что скажем так эмоциональное напряжение это не фоновое состояние постоянное состояние это периодами все время жить в напряжении это уже глубочайшая депрессия период перехода этапов развития у нас есть переходные возрасты да когда ребенок если взрослый человека там 5 6 за всю жизнь идет о до 7 лет ребенок переходит от 6 месяцев определенный этап от 1 до 3 от 3 до 5 5 до 6 6 7 в это время постепенно развивается мышление мозг развивается тело развивается и пока тело растет мы знаем что она бывает что болит вспомнила шутку ребенок говорит мам у меня ноги болят на много говорит сынок ты растешь у тебя кости растет растут а приходит следующий раз говорит мам у меня ухо болит а старший брат говорит да надоел ты сказали тебе что растешь лоха болит там кости растут действительно больно вот такие кстати скажите какого напишите пожалуйста в чате какого возраста у вас дети учатся ваших группах немного посмотрим 45 лет 3767 дошкольники уже и и все они проходят разные этапы развития но каждый раз переход из от 1 до 2 до 8 вот меняется состояние во первых каким образом чувствуют дети ложь вот я сказала что когда у взрослых дисбаланс между отношений они это каким-то образом чувствуют любая информация которую мы даем передается через три источника и воспринимается вербально это слова которые мы говорим невербально это жест и мимика паравербальное это нечто неосязаемое это то что мы чувствуем это передается каким-то другими способами 7 8 10 сотым чувством но вы мы иногда чувствуем да это передается часто переходит в интонации во взгляде в глазах и когда дисбаланс наступает в том случае когда слова жесты это внутренней информации она не совпадает они в диссонансе в дисбалансе как паравербальное чувствуется когда мы любим вдруг начинаем говорить от сердца и в другом случае например я же люблю тебя я управляю это разве а любви да я говорю я же люблю тебя но из авторитарного то есть ты обязан подчиниться мне а дети это чувствует и совершенно по-другому звучит когда я люблю тебя даже ты для меня важен и тогда соответствуют вот эти три источника информации передают одинаковые частоты одинакового смысла информацию тогда ребенок чувствует что нормально если что-то нарушено то они ложь чувствуют вот смотрите написано дети инвалиды и большинство с умственной отсталостью очень интересно что да дети с умственной отсталостью очень сильно чувствуют по-другому и информацию из других источников то есть вот паравербальную информацию они лучше чувствуют они вербально могут не чувствовать словесную информацию не чувствуют но паравербальные чувствуют почему вербальные идет от мыслей невербальная идет от тела от мышечной системы паравербальные идет из позвоночника из нервов из внутреннего Но это как естественно, руки потянули на что-то горячее, прикоснулись и сразу оттянули. Вы же не успели об этом подумать, но что-то внутреннее подумал и принял решение. Часто эти дети чувствуют паравербальную информацию гораздо больше, чем вербальную. Какие характеристики у ребенка в норме? Поскольку мы говорим о нарушениях, мы должны понимать, а что же норма? Не обижается и не обижает. То есть не сильно обижает, сильно его надо сказать, чтобы он обиделся. Он реагирует адекватно и быстро переключается. Легко включается в игру. Если игра ему нравится, он включается. Умеет отказать, если не хочет что-то делать. Я не хочу играть, я не хочу это делать. У меня девочка есть, она в школе учится. Она все время вот так улыбается, и вот у меня этот внутренний диссонанс. Она улыбается, но глаза не улыбаются. И я показываю ей, говорю что-то, говорю, тебе это не нравится. Она зажимается вот так, все тело зажимается. Говорит, так ты мне скажи, что тебе не нравится, я поменяю, дам тебе другое упражнение. Она не осмеливается. Почему? Потому что ей внушили, что хорошие девочки – это те, которые улыбаются, потому что улыбаться – это для неё жизненно важно. Не жаловаться на жизнь. Иногда это может быть причиной вот этого распространённого позитивизма, позитивного мышления, которое является обёрткой, но не внутренней уверенности. Я тоже позитивно мыслила, но у меня это позитивное мышление основано на логических доказательствах, что свет всё-таки сильнее темноты. Иногда этот ребёнок ещё не имеет логического обоснования, но его требуют выражать таким образом. И это чувствуется, вот диссонанс. Не умеет она отказывать, не умеет она говорить о том, что ей не нравится. А в норме человек должен сказать, я не хочу, мне это не нравится, я не буду. Это нормально, когда ребёнок отказывает. Легко принимает любовь. Так, друзья мои, всем ли плохо слышно? Тут пишите, подскажите, почему плохо слышно? Хорошо, у меня всё отлично. Оксана Бондарева, попробуйте у себя увеличить звук, возможно, это у вас что-то. Благодарю, больше писать не надо, всё понятно. Легко принимает любовь. Вы, наверное, замечали, приходит ребёнок, его хочется обнять, приласкать, сказать что-то добренькое. А приходит другой, ты смотришь на него и боишься его приласкать. Почему? Потому что ребёнок не умеет принимать любовь. Он боится. Он тот, который легко принимал любовь, то есть его дома любили, телесно любили, то есть ласкали, брали на ручку, говорили слова, что он хороший. И не ждёт подвоха. А если человеку, ребёнку не давали возможности принимать любовь, она приходила с любовью, а ей делали замечания, и ты такая-сякая и так далее. То есть ребёнок насторожен. Он не верит, что он может получить обратно любовь. Поэтому он сдерживается, он стоит, вы ему добрые слова, а он не верит. Почему? Потому что такое травматичное детство, ситуация. Кто-то был такой. Если вы смотрите на ребёнка и вам хочется улыбнуться и приласкать, это естественно. Даже если ему грустно, вам хочется его взять и приласкать, утешить, это нормально. Не нормально, если вы смотрите на ребёнка и не можете к нему подойти. Значит, ребёнку на самом деле плохо. Самый такой глубокий вопрос, коллеги, пожалуйста, вот я спрашиваю вас. Напишите в чате, как вы думаете, почему происходят психологические травмы у детей? Для чего природа, Вселенная позволила, чтобы у детей, у наших милых и любимых цветочков в жизни были психологические травмы? Вот это очень. Иногда мы смотрим, показывают, что ребёнок болен, собирают деньги на детей, на лечение. И ты думаешь, боже мой, ну зачем же этот малютка болеет, ну как он может заболеть? Ну зачем это происходит в жизни? Или ходьте по улице, а мама там ругает, или папа ругает ребёнка, не понимая, что наносит травму. Вопрос такой, как вы думаете, почему в природе происходят такие вещи? Семья-социум, семья не совсем понятна, Игорь, если можете, расшифруйте своё выражение. Зрелость родителей, незрелость родителей, да, незрелые родители причиняют боль. Я скажу вам, зрелые родители причиняют ещё большую роль. Недавно рассказывала, ну я как психолог, когда работаю, со взрослыми тоже, проблему человек не может решить. Я говорю, вспомни, когда ещё ты так себя чувствуешь, когда мама со мной днями не разговаривала. Мама очень осознанная, вроде бы, интеллигентная женщина, с высшим образованием вообще, пример для людей. Но, если она днями не разговаривала, если человек причиняет боль, совсем не важно, зрелые, незрелые, образованные, необразованные. Незрелость организма, поэтому, а, у ребёнка незрелость организма, получается прям травма. Защитная реакция организма на нереализованные потребности. Да, интересное такое мнение. Очень много факторов в экологии, возраст родителей, может быть, непонимание в семье, развод у родителей, чтобы ребёнок научился справляться со стрессом. Очень интересное мнение. Спасибо, Элла. Родовая травма, плохо проходила беременность, социальный статус родителей, обстановка семьи, нежеланный ребёнок. Карма, как говорится, течение беременности, интеллекта. Так, благодарю вас. Вот, психологические травмы детей могут происходить из-за возрастных новых расхождений со взрослыми. Взрослые торопят детей взрослеть и быстрее соображать и поступать. Суть вопроса причины появления или зачем природа? Вот, Наталья, хороший вопрос. Я сейчас отвечу, для чего? А потому что раскрывается судьба ребёнка. Понимаете? Ничего, Бог, как говорится, ни одна птичка, ни один листик с дерева не упадёт, если того не захочет Бог. Есть такая фраза, такое выражение, Бог или Вселенная. У каждого человека есть своя программа судьбы. И она должна раскрываться. Когда происходит... Вот мы стоим в центре, вокруг всё открыто. Но когда происходит некая травма, это закрывает какие-то двери и оставляет меньше просвета. Как бы собирает в пучок, чтобы вы нацелились на эту дорогу. Это помогает становлению характера. Иногда какие-то сложности в итоге через 20-30 лет, которые ребёнок наработал, помогают ему выжить в более сложных ситуациях. Или для решения более важных решений, которые человеку во взрослой жизни придётся решать. Это определяется направление развития. Вырабатываются те качества, которые нужны для реализации предназначения. Знаете, почему я этот слайд поставила и поговорила об этом? О том, потому что мы очень любим судить других людей. И в одно время, когда вдруг психология открылась, что все травмы происходят в детстве, главными причинителями этих травм родные, самые любящие для ребёнка люди, многие начали ходить к психотерапевтам и жаловаться на своих родителей. Но с другой стороны открывается, я сейчас скажу нечто эзотерическое, считается, что душа сама перед рождением выбирает, где в какой семье родиться. То есть эти люди нужны именно для того, чтобы у него сформировался определённый характер. И те воспитатели, те учителя, которые попадают ему в жизни, это тоже важная вещь, и это тоже запланировано. И теперь встаёт вопрос. Кстати, почему, если некоторые люди не очень сторонники эзотерики, скажу, что, милые мои воспитатели, вы напрямую занимаетесь детьми эзотерикой. Что такое эзотерика, если не сказки? Все сказки, которые мы рассказываем, это про мир Нави и Яви. Явная жизнь, которая есть, и жизнь, чувства, эмоции каких-то других загадочных, волшебных существ, которые не пощупать руками, но они присутствуют в природе. Мы об этом рассказываем детям. И хотим или не хотим мы этого, но мы, даже если вы только за науку, работая с детьми, мы так или иначе касаемся эзотерики духовной. Так, Анна Хритоненкова, физическое, что имейте в виду? Пожалуйста, расшифруйте. Проявляется то, с чем человеку придётся работать. И тут вопрос, а что нам тогда делать? Значит, всё, что мы делаем правильно, так вот, нам, воспитателям и учителям, что дано и родителям тоже. Мы говорим одинаковые слова в всей группе. Кто-то ранится, кто-то не ранится. И если это ранило ребёнка, это значит, указывает на то направление, с чем надо ребёнку работать, развиваться. Если мы сейчас ему помогаем в этом стать сильнее, то в дальнейшем он прекрасно решает жизненные задачи. Если мы не помогли, то через несколько лет у него раскрывается вторая дверь, второй виток развития спирали. Та же проблема вылезает. Иногда люди не могут решать. Мозг считает, что если ребёнок вырастет, человек станет крепче, мы ещё разочек его выберем, он решит эту ситуацию. Но человек опять не решает. Не может, не знает, как. Он работает автоматом. Потому что, смотрите, в физике есть правила инерции и правила ускорения. То есть закон инерции – закон ускорения. Они взаимопротиворечащие инерции. То есть вы тормозите, он продолжает двигаться. И когда двигается, постепенно набирает скорость. С другой стороны, когда сверху падает, он набирает скорость автоматом. Есть ещё закон стабильности и закон роста. Какая-то часть в нас пытается держать стабильность, чтобы сохранилось, всё было устойчиво. С другой стороны, нужно развитие. И вот эти две противодействующие энергии одновременно присутствуют в нас. И с одной стороны, ребёнок растёт, у него раскрывается пора, когда он может решить эту проблему. Но стабильность – это что? Это сценарий, который здесь записался. И он поступает так же, как в прошлый раз поступал. И задача не решается. Идёт ретравматизация. Накапливается с годами. Взрослый человек уже не может строить судьбу, натыкаться на одни и те же любимые грабли. Так вот, эти грабли в самый первый раз ему дали по башке где-то в возрасте до 7 лет. Обязательно. Первый удар был до 7 лет. И вот наша задача здесь ему – помочь найти решение. Если мы сейчас ему поможем решить, то в дальнейшем во взрослой жизни он будет намного легче жить. Ему будет легче жить. У души есть своя история, у души есть своя задача. Как только ребёнку плохо, мы понимаем, что вот, раскрылась задачка. Раскрылась проблема, которую надо решить. Помочь ребёнку найти решение. Вот в чём наша с вами задача, как педагогов. Причина эмоционального напряжения – это несоответствие ожидания, реальности, несоответственно, внутренней картины и внешней. Внутренняя картина у ребёнка формируется той базой, которую он знает. Да, у нас тоже с вами. Мы знаем, что если леда, должна быть жара. Но, исходя из своего опыта, мы знаем, что иногда бывают угрозы, и в июне можно бывать, что мы ходим в куртках, весенне-осенних куртках. И может в начале весны вдруг быть такая жара, что мы уже в коротких рукавах ходим, но это длится недолго. У нас в голове эта информация есть. У ребёнка меньше опыт, и он ещё не знает, что летом можно ходить иногда в куртках, что бывает такой холод. У него картина, что лето – это лето. И вдруг, когда назревает какое-то изменение, что не соответствует внутренней реальности, как это может быть? Одно из первых нарушений внутренней картины ребёнка – это когда, когда пока ребёнок маленький, он какает, его мама целует, так ты мой хорошенький, как хорошо, у него такой жёлтенький цвет, всё нормально. Потом его сажают на горшок. Он покакал тоже, но не в горшке. Его ругают. У него несоответствие. Раньше я это делал, меня хвалили, а сейчас я делаю меня. Не хвалят. Это что? Напряжение и психологическая травма. Это одна из, кстати, первых травм у детей. Несоответствие внутренней картины и внешней. Вот этот дисбаланс создаёт молнию внутри и появляется эмоциональное напряжение. То есть, когда происходит какое-то событие, и мы говорим, ребёнок ранится, это не потому, что мы сказали, а потому, что у него есть своя внутренняя картина. С одной стороны. С другой стороны, понимая его возраст, мы можем сделать такое, что действительно ранит его внутреннюю картину. Поэтому, когда мы видим, что у ребёнка произошёл диссонанс, мы начинаем искать, а какие у него были ожидания. Наша задача – расширить внутреннюю, картину. Когда расширяется внутренняя картина, мы знаем, что это не конец мира, когда в июне мы в куртках ходим. Ну да, походим недельки-две, но потом солнце выглянет, и даже, может, до конца сентября будет жарко. Вот. Это постепенно получается, но в первый раз, когда происходит, ребёнку страшно. эмоции и их влияние на поведение человека. Помните, в самом начале я рассказывала, что при эмоциональном стрессе дети могут делать, могут быть плаксивыми и могут быть агрессивными. Так, это зависит от внутреннего эмоционального состояния. Позже ещё вернёмся. Так вот, что такое страх? Эмоции влияют на наше поведение. Это страх потерять целостность, физическую или психологическую. Да, потерять равновесие. Злость и реакция на нарушение личных границ. Ребёнок злится, мы говорим, плохо злиться, не надо злиться, что ты такой? А проявляет агрессию, когда злится. А о чём это? Ему кажется, ему кажется, может, это не факт, может, это ему только кажется. Его восприятие, что нарушают его личные границы. А личные границы – это что? Моя территория, моё время, моё. Вот эта вещь моя, её забирают. Это нарушение личных границ. И он пытается таким образом «верни мою игрушку». Почему? Он защищает личные границы. И это нормально, когда человек защищает личные границы. Если мы запрещаем ему защищать личные границы, то в итоге получаем вот эту девочку, которая улыбается, но не может сказать, мне не нравится, потому что её по башке дали в то время, когда она пыталась защитить свои личные границы. И по жизни, что получается? Этих людей, на них накидывают кучу поручений, они уже не могут, больные с температурой, ходят на работу, чтобы сделать, как говорят, родные сидят с веси в ножке. А почему? Потому что им не дали, в детстве не позволили реагировать на нарушение своих границ и каким-то образом их защитить. отвращение. Это одно из базовых чувств. Человек в древности по запаху, по вкусу определял, что это вредно, что это может ему навредить, и он отталкивал. Отвращение вызывает желание отказаться, оттолкнуть, уйти, убежать. Нам запахи неприятны, мы уходим, вкус неприятен, всё, я не ем, потому что внутри он может меня отравить. А бывает, что у нас отвращение к человеку вызывает отвращение. Когда мы чувствуем отвращение, нам хочется уйти. Это тоже важное чувство. И самое главное, нет запретных чувств. Все чувства нужны. Мы позволяем детям чувствовать, называть эти чувства и анализировать, а что вызвало это чувство. Вина – это внутреннее чувство. Вот иногда говорят, что такое стыд и вина. Когда вина – это мы чувствуем, я чувствую, что я, наверное, что-то не то сделала. А стыдно, когда а что скажут люди. Когда нам внушают идею о нашей виновности окружающей. Иногда мы ходим и в голове у нас звучит, а мама бы сказала, а человек бы сказал, а он бы посмотрел криво-косо. Вот это стыд. То есть вина – это внутреннее ощущение, а стыд – это навязанное ощущение вины. Обида. Чувство несправедливости. Если человек не может доказать каким-то образом, что к нему отнеслись несправедливо, то он постепенно может перейти. Это в агрессию он начнет бить. Это дети. Кто-то словами обзывается, а другой пошел и давай шандарахнул, чем что в руке попало. Интерес. Это уже более положительная эмоция. Это эмоции расширения. Когда нам интересно, мы что делаем, приближаемся. Это позволяет воспринимать новые, развиваться, изучать, обучаться. Именно главные движущие силы, которые движут нас в рост – это интерес. А вот остальные чувства, они отодвигают. Когда у человека вот те другие чувства, он отходит. Больше отходит. Даже когда злость, он может проявить агрессию физическую, но эмоционально отойти. И наоборот, мы приближаемся, когда у нас радость. Потому что, если что-то мне нравится, мне хочется его в руки брать, приласкать, попить, взять, почувствовать, потрогать, котёнка приласкать. Нам нравится радость, любовь. И мы понимаем, что всё, что в этом мире, хорошо. Когда радостно, значит, всё нормально. Когда нерадостно, значит, произошло нарушение. Есть такая таблица эмоциональных состояний Дэвида Хокинса. Смотрите. Вот нижние четыре ощущения устранены. Давайте посмотрим среднее, там, где уровень и жирным. Снизу, когда мы смотрим, самое низкочастотное чувство это позор. Когда у человека позор, то он чувствует унижение, у него эмоции, его унизили. Внутренний процесс, он устраняется, устраняется от жизни. Не просто от людей, а от жизни. видение жизни, что она несчастная. Коллеги, если плохо видно, не беспокойтесь, вы скачаете, у вас всё будет видно. И цифровая оценка по напряжённости это 20. Если мы идём выше, то поднимается. коричневые – это те состояния, позор, вина, апатия, горе. Дети с таким ощущением, в таком ощущении, да и дети и взрослые, идёт аутоагрессия. Агрессия на себя, как раз вина здесь. А дальше гордыня, гнев, желание, страх, когда повышается энергия, энергия уже становится больше ста, проявляется агрессия. Нападаем на кого-то. И есть состояние смелости, вот эта серединная линия смелости, когда человек чувствует, что он может утвердиться в этой жизни, у него появляется полномочия, я справлюсь, я. То есть из жертвы, что меня обидели, что на меня воздействуют, я беру ответственность на себя, и я осуществляю, я могу осуществить. После этого поднимается эмоция уже выше. Нейтралитет. Во время нейтралитета, что я доверяю, я понимаю, что это может быть. Готовность, когда дети прибегают, а давайте, а что надо сделать? Я сделаю. Принятие, когда мы принимаем все, что в жизни приходит, с радостью, разумность, это включенный мозг, и дальше идет еще более высокие частоты, это голову, вы видите, любовь. Любовь и радость. Состояние радости, это еще и состояние игривости. Именно в этом состоянии происходят метаморфозы. Почему я показываю эту таблицу? Мы сейчас дальше пойдем и увидим. Потому что эта таблица одна из самых главных, которая дает расшифровку к решению любой эмоциональной проблемы. Вы потом в презентации внимательно посмотрите и будете изучать. Итак, что получается? Когда ребенок находится в состоянии позор, вина, апатия, горе, у него аутоагрессия. Когда он страх, желание, гнев и гордыня, он нападает, у него агрессия вовне. И конструктивное поведение ребенок может показать только в том случае, когда он находится в эмоциональном состоянии смелости, нейтралитета, готовности и принятия. Там в таблице уже более подробно об этих чувствах. И вот было психологическое обучение для учителей, проходили тесты. Много было конфликтных детей в школе, в одной из школ. И учителям дали обучиться. Некоторые учители, они могли тест пройти и бастовали. Они протестовали. Почему? Например, им решение, которое предлагала система, они не могли пройти. Им казалось неправильной. Ситуация такая. Там даются кейсы, то есть ситуация, которая происходит. И как бы вы, как учитель, поступили. Девочка из неблагополучной семьи испортила клеем дорогого учителя. До этого учитель проявлял к девочке максимум внимания. Она живет в многодетной семье, старший ребенок, ей 7-8 лет. Но это начальная школа. Правильным решением считается, если учитель не концентрирует внимание на свое ощущение, что ей испортили дорогую любимую сумку, она испортилась безвозвратно. Она пытается понять ребенка и действовать в интересах ребенка. Это требовала система. Учителя говорят, почему нам заставлять чувствовать нереальные чувства и эмоции. Ребенок меня рассердел. Как я могу его простить? Мне испортили. Я же трудом зарабатываю эти деньги, когда покупаю эту сумку. Дальше. Нужно же ребенку показать, что он неправильно поступил. И если ребенок разозлил, то разозлиться это нормально. И вот у меня к вам вопрос. Как вы думаете, почему профессиональные психологи предлагали именно такое решение, что надо забыть о своих чувствах, реальных чувствах и попытаться понять ребенка. насколько это важно, какие у вас, например, мысли по этому поводу. Ведь когда ребенок что-то делает, портит наше имущество, это на самом деле дискомфорт какой-то. Так, есть ваше мнение? Почему и как вы бы поступили в таком случае, если ученик, о котором вы заботитесь, проявляете максимум заботы, вдруг берет и портит. Причем не случайно, а нарочно. Вы видите, что это она сделала нарочно. Причинила зло. Так, никто не решается писать. Идеи нет, друзья мои. Успокоить себя, потом объяснить. Здорово. Ага, понять причину, чтобы и себя успокоить, чтобы не усиливать негативное чувство ребенка, как бы сломать шаблон. Ведь ребенок ждет, что его будут ругать. Верно, и показать ребенку конструктивное решение. Очень хорошо. Эмоции взрослых отличаются от эмоций детей. У взрослых к эмоциям подтягиваются страхи. Да. Главное, надо сообщить ребенку свои чувства, выявить причину злости для того, чтобы ребенок не замкнулся себе. Возможно, сумка ей понравилась. Таким образом решить проблему. Я скажу вам в итоге в тесте, когда делаешь дальше, спрашиваю девочку, а почему ты это сделала? Потому что она не верила, что к ней могут хорошо относиться. В ее жизненной ситуации ей всегда говорили, что она плохая, что она глупая, что она неумная. Закончит школу, в тюрьму попадет, ей незачем даже учиться. И когда родители неадекватные так говорили ребенку, а учительница говорила, это не совпадало с ее внутренней историей. Ее внутреннее ожидание, что ее должны ругать, это для нее естественно. Естественно. Когда учитель проявляет добро, она ждет подвох. И вот это ожидание подвоха настолько напряженно, что ребенок делает, пусть будет быстрее, хоть это плохое, но я увижу. Это лучше, чем ожидать, а что же будет или не будет. Чувство ожидания. У Стефана Цвейга была такая книга очень интересная. Ожидание наказания намного страшнее самого наказания, намного энергозатратнее. Так вот, друзья мои, причина это несоответствие желаемого фактического, причина поступка ребенка, потому что его ожидания не совпали. А недовольство этих учителей, которые протестовали против этого теста, несоответствие желаемого от фактического результата. Они хотят, чтобы все дети были хорошие, послушные, но не все дети такие. С другой стороны, вот вернемся к этой восхитительной таблице. Невозможно принять правильное решение, находясь в гневе, когда вы рассердили, что вам испортили сумку. Если я в гневе, в мою агрессию, ненависть и враждебные отношения будет не так. Гордыня тоже нет. Значит, надо пойти хотя бы в нейтралитет, потом подняться в готовность, потом принять, что может быть многообразие различное. И смотрите, если мы смотрим, в гневе энергия 150, а в принятии уже 350. Это значительно выше. И в принятии мы гармоничны, мы можем прощать, и появляется внутреннее превосходство. Когда вы находитесь в таком эмоциональном состоянии, обещаю вам, деньги к вам будут приходить. И взамен потерянной сумки вы приобретёте две-три такие, если вы выходите в это эмоциональное состояние. Самообладание необходимо, потому что первая реакция негодования, возмущения. Да, именно здесь самообладание нужно для того, чтобы не взорваться, но потом нужно ещё и приподнять себя эмоционально. Оценка в единицах – это количество энергии. Количественное выражение этих энергий, друзья мои. Изображение на месте. Ирина Лубкова, пожалуйста, обновите страницу, потому что изображение есть. То есть для того, если мы хотим решить какую-то проблему, нам самим надо подняться. И, как Эйнштейн говорил, невозможно решить проблему с того уровня, где она возникла. Нужно подняться выше и оттуда посмотреть ситуацию. Какого-то жирафа, да, подняться с уровня жирафа и посмотреть. Поэтому каждый раз, когда возникает проблемная ситуация, которая всколыхнула в вас самих, не торопитесь решать. Станьте этим жирафом, поднимитесь на уровень выше и оттуда посмотрите вниз. Ситуация может оказаться совершенно другой. Совершенно по-другому вы это увидите. Коллеги, кто-то поднимает руку, я не могу вам позволить включить, и вы можете задать прямо в чате вопрос, потому что у нас не предусмотрено такое право говорить. Откуда берутся эмоции? Возникает ситуация, триггер, потом в голове у нас мысль, а мысль берется из нашего опыта и создается диссонанс с ожиданиями, возникают эмоции. Причем, когда диссонанс может быть, даже когда сюрприз, я не ожидала этого, как классно! и возникает положительная эмоция. Если всё ровно, возникает ситуация и мысль, и нету диссонанса, у нас ровное состояние. Так, сбой сигнала интернет. Так. Ага, всё. У всех иногда безнаказанность провоцирует детей на более изощренное поведение. Смотрите, вопрос в том, что с ребёнком обязательно надо провести беседу. Не просто оставить как есть, а надо поговорить и сказать, достигла ли она своей цели, когда вот это сделала, этот поступок. И когда она посмотрит, ведь она хотела же внимания, у неё был страх, что дало? Вот это действие, что дало? Когда он видит, что неоправданное это действие, мы говорим, а как ты можешь? Вот если человек тебе сделал хорошее, может быть, ведь они же нормально ожидают добра от котёнка, от щенка. Щенка ласкают, они знают, что щенок придёт, будет защищать. И от людей этого не ждут. у них же есть какой-то пример и сказки, откуда-то, что на добро отвечает добром. И мы можем ей показать альтернативный сценарий поведения. Тогда ребёнок будет по-другому поступать, и это, конечно же, не будет безнаказанность. Потому что наказание – это проявление нашей власти к детям. Так, подскажите, пожалуйста, ребёнок всё за всеми повторяет, особенно реагирует на рекламу по телевизору, бывает агрессивно и обидчиво. Что делать в этом случае? Да, делает всё на зло. Можно будет пересмотреть. Запись вебинара можете пересмотреть, она ВКонтакте есть, через несколько дней ещё и будет выставлено на Ютубе. Так, получите. Так, смотрите. Дети очень внимательно смотрят не фильмы, а именно рекламу во время фильмов. Когда мы сидим за ужином, там смотрим какой-нибудь фильм, у меня племянник вырубается, прямо ему 11 лет на рекламе, это действительно. Это повторяющиеся фразы, они повторяют. Это нормально, это естественно. Но что делать в этом случае, если бывает зло? Зависит от возраста. Если это переходный возраст, друзья мои, я ещё не завершила, ещё есть несколько слайдов, я отвечу на вопрос тогда позже. Сейчас просто завершу этот один вопрос. Смотрите, если это переходный возраст, когда ребёнок должен научиться отстаивать свои права, свои границы, это естественно. А если на зло спросите, а что он хочет, какой результат его удовлетворит, какого конечного результата он ожидает? Что мы можем делать? Ну, чтобы у нас эмоция была положительная. Во-первых, избегаем травмирующих ситуаций, развиваем виртуальный опыт. Как это, что это такое? Мы не можем всё в жизни пережить, но у нас остаётся опыт, который нам передаётся через сказки, через книги, через кинофильмы. То, что мы обсуждаем, то, с чем мысленно мы сталкиваемся, мозг наш воспринимает как реальность. Если мы воображаем, что мы занимаемся спортом, как интересно, наши мышцы думают, что они, да, это действие делают, даже если они этого не делали. Для мозга реальность и действительность не имеют никакого значения. Главное, что там было это записано. Создаём положительный диссонанс или консонанс. Консонанс, когда согласие, ровная эмоция. А если положительный диссонанс, то есть реальность превысила ожидание, тогда мы получаем положительные эмоции. И этапы. Во-первых, создаём безопасную среду, нормализуем общий фон, помогаем накопить положительные эмоции, сценария укрепления самооценки и внутренней устойчивости. Помните вот этот стержень у подсолнуха? Чем он крепче, тем он крепче держится. А это самооценка ребёнка. Внизу то, что я отметила, это для психологов. Диагностика причин исцеления травм, трансформация восприятия реальности. Это немного более сложное профессиональное направление. А то, что может делать просто воспитатель, пожалуйста, это наверху. Так, сейчас в группе 3-4 ребёнка, наученные родителям давать сдачу, понимание угрозы детей разной, воспитатели как на сковороде. Внимание проблем больше, чем адекватным ребяткам. Хорошо, тогда нам надо заняться тем, чтобы создавать психологически безопасную среду. Тебе сказали сдачи давать, но не нападать. Когда тебя обидят, может ты это сделаешь. Но сейчас тебя обидели? Разве тебя обидели? Это психологическое право на игрушку на свою территорию, то, о чём я говорила. Не смотрите. В этом состоянии, когда нам надо выравнивать эмоциональный фон ребёнка, эти упражнения нужны и вам, и ребёнку. Дыхательное упражнение. Каждый медленно, если мы замедляем вдох и выдох, у нас устаканивается эмоциональное состояние. Мы можем ребёнку сказать, давайте поиграем в игру. Мы сейчас с вами представим, что дуем шарик. Шарик берём и начинаем. Расширили. А теперь выдохнули этот шарик. Можем руками надули шарик и медленно выдохнули. Любое медленное дыхание контролируемо уже помогает. Точки баланса и космоса это из образовательной кинезиологии. Легко можно сделать. То есть ставим за ушком две пальцы одно, другую на пупок. И начинаем дышать. Точно так же спокойно душим. А потом точки космоса. Описание есть. Говорить не буду. Вы всё можете это подсчитать. То есть когда мы делаем эти упражнения, помогает привести в нормальное состояние. Дальше. Физическая активность. Что такое свободные танцы? Это не то, что мы ровно стали в пару вот это движение. А ребята, давайте станцуем. Включаем музыку и пусть каждый двигается как хочет. Вы можете в центре стоять и вот это через движение эмоциональное напряжение выходит из тела. У Нарбеков даже есть такое понятие танец дурака, когда включается музыка и вот это спонтанные движения какие-то. А тело через движение выводит эмоциональное напряжение. Дальше. Мы проём песни. Итак, бег, прыжки. Прыжки, когда вы прыгаете на месте вверх, вы не можете не улыбнуться. Хотите, нет, но вы сразу начинаете улыбаться. Вот когда через скакалку или прыгают, подскакивают. Бег позволяет накопившийся адреналин, кортизол использовать, трансформировать положительную энергию. То есть он не отравляет нас, а выходит из организма. Песни про добро, солнышко, животных. Кстати, если ребёнку грустно, спойте с ним грустную песню. Например, там есть песни «Бедный ёжик не мог спать, потому что у него колючки» и так далее. Мы про ёжика поём, как бы сочувствую. И за ребёнка выходит чувство, что ему плохо. Он выражает через ёжика свои эмоции и освобождается от них. Вот это очень важно, выразить эмоции. Друзья, осталось всего три слайда. Мы помогаем накопить положительный опыт за счёт сказок, театрализации, когда они рисуют. Во время рисунка мы можем рисовать животное. А как мы сделаем, чтобы это животное стало сильным? А что нужно сюда добавить в картину, чтобы ему стало или девочка, или мальчик счастливым, чтобы он стал радостным, чтобы у него вот эта проблема решилась? Мы спрашиваем ребёнка, когда мы задаём вопрос, он из своего подсознания вытаскивает, у него решается новый положительный сценарий возникает, пишется в подсознании и в нужный момент, когда судьба преподнесёт повторный урок по жизни, он будет обучен. И во взрослой жизни он сможет справиться с той жизненной задачей, с тем призванием, ради чего он пришёл в этот мир. Почему так много нереализованных людей? Потому что они автоматом повторяют своё детское поведение, не имея решения. И важно, как мы можем помочь, чтобы ребёнок вышел вот по этой эмоциональной шкале выше. Комплементарность. Мы делаем комплименты. Мы находим, что у него хорошего получилось и говорим, у тебя так классно получается, мне так нравится, когда ты вот это делаешь. Это комплиментарность. Дорисовывание это технику, очень об этом говорит Шалва Аманашвили, когда мы говорим, я представляю, что вот ты пойдёшь и это сделаешь, что через несколько лет я увижу тебя, а ты такой красивый, стройный, и ты мне рассказываешь, каких успехов ты добился вот в этой сфере. Направление даёмся, что ты стал там математиком, не знаю, придумал что-то, великое открытие значило. И у ребёнка вот соком, этот стебель, этот позвоночник, нервы накапливаются соками, уверенностью, готовность понять и простить, а это уже наше состояние, мы эмоционально идём выше, чтобы суметь понять и простить ребёнка. Ну что ж, и резюмируем, чтобы помочь ребёнку, нужно самому, во-первых, подняться выше. Главный инструмент это мы сами в хорошем состоянии. Помогаем ребёнку набраться силы уверенности в себе, комплиментами, маленькими победами. Создаём безопасную среду, когда он может к нам прийти, обратиться за помощью. Он приходит, спрашивает, ага, скажите ему. Он приходит и спрашивает, три часа, я о чём тут говорила? Вот это небезопасная среда. Безопасная, когда он подходит, хорошо, хоть сотый раз, я повторю, но доброжелательно. Обогатите сознание альтернативными сценариями, о том было сказано, и нарисуйте ему успешное, сильное будущее. И как маяк этот будущий образ будет нести его по жизни. Ну что ж, друзья мои, благодарю, я вижу ваши благодарности, очень вам благодарны за ваши тёплые слова, благодарю за внимание. И здесь моя электронная почта и ВК, если у вас есть вопросы, обращайтесь, личные, более конкретные, точные вопросы, помогу, как смогу. Всё, на этом я завершаю свою часть. Сейчас Татьяна Татьяна подойдёт, ой, не Татьяна, и расскажет вам, как приобрести сертификаты. Татьяна Телегина. Всё, до свидания.